посев семян Туи Восточной книжка здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы будем сеять семена Туи Восточной книжка на вот такой небольшой участок земли где-то метра полтора именно вот у нас схожость у них довольно таки хорошая поэтому но урожай прошлого года был очень мало цикленным поэтому у нас их мало в этом году и мы как всегда так же то есть проходим разбрасываем просто вот что я загрубил даже не хватит так семян на все начинаем так же придавливать ну Туи Восточная книжка схожа с ней очень хорошая и единственное у нас в этом году вернее в прошлом очень малочисленный урожай был обычно мы собираем со своих туй очень много ведро как минимум год на год как говорится не приходится хуже с ней очень хорошая как я могу сказать очень хорошая туйя идет на изгороди посеять может каждый даже дома на подоконнике ну это Туя Восточная книжка Туя Восточная ее еще называют Компакт а по-настоящему ее называют плосковеточник Восточный плосковеточник Восточный из Зибольда кто-то его Морган называет но это не Морган что-то Урена она называет но Урена и желтые кончики а у этой нету так что-то яичком придавили чуть-чуть неравномерно получилось но ничего страшного она потом когда подрастет будет нормально когда она взойдет все взойдет она довольно быстро я думаю они вместе с сосной входит на береганке кто из них быстрее сосна пять дней иногда входит иногда десять но через неделю она уже будет значит она полив нужен каждый день полив именно вот такой поливаем комнатной температурой воду вода должна быть комнатной температурой полить то есть тепленькая отстойная желательно морганцовку я ничего другого не использую многие используют остырости и морганцовку и перекись водорода в общем что не используют но я ничего не использую а сорняков тоже под них ничего не подкладываю ну теперь так же берем хвойный апат и просыпаем сантиметров полтора сантиметр полтора ну как я уже говорил в предыдущих видео по посеву сосны и писты если при поливе опада проявляются семена их просто надо подсыпать опада и все и дальше также поливать сейчас это все опять придавится и уже будет она очень хорошо там в земле сидеть тем более земля влажная сейчас продавливать будет легче апат еще сухой но потом мы обязательно его польем опять же так же опять повторюсь что поливаем именно так именно тонкой тонким распылителем тонкой каплей мелкой каплей и 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 завтра нужно будет солнышко опять такой же полив поливать нужно очень часто как лопат только подсыхает надо поливать поливать такой мелкой каплей то бишь постоянно следить за ней пока они не взойдут зайдут там уже полегче надо будет разбираться вот так но моей практике не было чтобы она подгнивала или черная ножка у нее была у сосны, у ели, у пихти, у туи западной тоже бывает а это может расти очень плотно но не имеет такой такой я не помню вот такой вот рамбовали вот мы и посеяли ту восточную книжку сейчас проливаем опад опять же очень хорошо ну действия в принципе понятны на этом все уважаемые друзья всего доброго с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик подписывайтесь на канал ставьте лайк всем удачи субтитры сделал DimaTorzok и вот вот